всем доброе утро у нас обещают всю неделю дождливы надеемся это не повлияет никак на нашу работу сегодня хотел бы записать интересное видео ответы на вопросы по поводу очень важного момента это отопление в сочи она бывает разное если в вашем регионе возможно вы сталкиваетесь лишь только с центральным примеру отоплением и более не знаете возможно там где-нибудь на дачах у вас дровяное отопление здесь дровами мало кто топится поэтому дровяное отопление рассматривать вообще не будем какие виды отопления поговорим все плюсы и минусы если я что-то пропущу вы напишите в комментариях и можете выставить свою точку зрения ну например первое о чем я уже сказал это центральное отопление она вам всем понятно конечно определенный минус есть здесь если нет у вас там счетчиков то есть вы будете платить за квадратный метр прописанных там людей насколько я так понимаю можете меня поправить вот и соответственно оно самое наверное дорогое из минусов я бы наверное отметил не только то что это по деньгам бьет все конечно сравнение зависит от того какая у вас там площадь есть у вас однушечка может быть это не сильно вас обеспокоит но такой минус бывает что какой-то из стояков например в центральном отоплении слишком горячий а какой-то очень слабый поэтому здесь моменты такие это не индивидуальное отопление поэтому кому как повезет и кто как налаживает весь этот процесс не надо забывать что помимо центрального отопления в каких-то зонах люди самостоятельно добавляют например какой-то электрический теплый пол и так далее могут подтопиться конечно и электричеством если вдруг какая-то форс-мажорные обстоятельства с отоплением центральным здесь как бы все понятно и прозрачно следующий вид отопления это газовый котел здесь он очень распространен здесь очень много домов которые делают именно с газовым индивидуальным отоплением не надо путать с газовой котельной мы это поговорим чуть дальше газовый котел не всем он конечно подходит особенно в маленьких квартирах например в семейном жилом комплексе да где даже на самые маленькие планировки 20 квадратных метров устанавливают газовые котлы вернее они уже стоят от застройщика многие от них отказываются и вы знаете когда у вас большая планировка когда у вас конечно хватает денег допустим чтобы задекорировать этот газовый котел не отказываться от него то это большой большой плюс почему потому что с индивидуальным газовым отоплением у вас есть возможность как раз вот о чем я всегда говорю сделать теплый пол теплый пол водяного контур не надо путать его с электрическим это уже мы об этом поговорим чуть дальше это совсем другое то есть здесь вы можете не только обогревать ваше помещение индивидуально до хотели прибавили хотели убавили но еще и обогревать воду нагревать то есть вам не нужно устанавливать какую-то накопительную емкость как это предусматривается уже в электрическом отоплении поэтому газовый котел очень экономный и в этом пожалуй наверное самый лучший вид отопления по финансам да вот но многие еще раз скажу отказываются от него потому что ну представьте себе коробка такая вот висит у вас счетчиком еще не дай бог если старым каким-то железным который скрипит там когда перебираются эти цифры до кубы его нужно задекорировать еще раз да то есть его нужно спрятать куда-то там шкаф например даже в кухонный и здесь конечно это условие у вас подороже потому что вы не можете стандартную какую-то мебель купить кухонную потому что вас там проходит какие-то определенные трубы и так далее вот и конечно если у вас например студия и у вас есть выбор там квартиру для отдыха например покупать да то конечно газовый котел не очень обязателен в этом плане почему потому что если вы будете уезжать то конечно желательно за котлом что кто-то присмотрел потому что бывают ситуации когда может произнести какой-то скачок напряжения например котел может вырубиться да может и давление какой-нибудь шандарах ну да может какой-то клапан не выдержать и соответственно за ним нужен ход и присмотр тем более это газовое подсоединение все остальное во многих жилых комплексах где предусмотрено имя индивидуальное газовое отопление особенно в высоких этажах да не предусматривается плита газовая то есть не думайте что если вы покупаете квартиру с газовым котлом то у вас сто процентов будет значит плита на которую вы готовите будет мне например очень по душе сейчас индукционная плита полюбила ее марина заодно да никаких испарений ничего поэтому здесь определенно есть плюс и если у вас есть газовое отопление но нет плиты у вас будет пониженный тарик это очень хорошо так же как и с электрическим отоплением до которого мы сейчас дойдем там тоже если нет газа в доме то пониженный тариф в основном электроэнергии следующий вид отопления это у нас газовая котельная пожалуй тоже на второе место я его поставлю по экономии средств на оплату отопления такие дома здесь часто встречается например наш жилой комплекс адлер в отличие от жилого комплекса континент в котором газовый котлы как раз имеет газовую котельную на дом и у нас есть счетчики индивидуальные по которым мы оплачиваем именно отопление и горячую воду чем это хорошо также наряду как с центральным отоплением вы можете закрыть свою квартиру открыв батареи на нужную температуру до либо имея датчик и уехать спокойно не переживая что что-то может случиться и ваша квартира будет отапливаться не отапливаться все очень просто вот но здесь есть определенный минус это отсутствие водяного контур отопления многие конечно начинают там включать умную голову начинать туда монтировать какие-то дополнительные насосы и так далее но здесь это против правил потому что это запрещено и многие управляющие компании штрафуют и в том числе заставляют по закону демонтировать эти водяные контуры отопления поэтому если вам нужно будет подогреть где-то пол вот несмотря на то что у нас юг или у вас там южная сторона где-то в мокрых зонах например санузле или в коридоре это очень очень полезно поверьте мне мы через это проходили и мы разбирали плитку для того чтобы сделать теплый пол поэтому теплый пол в ванной в прихожей это обязательно ну по желанию конечно но я бы обязательно это сделал конечно все это отопление в том числе и электрическое до которого мы сейчас с вами подошли имеет разницу то есть кто-то допустим скат у меня электрическое отопление у меня квартире всегда тепло я там по минимуму пользуюсь им да то есть все нормально но первое это зависит от этажности то есть если у вас например первый этаж и электрическое отопление вот мы к нему как раз подобрали подобрались это самое дорогое вид отопления здесь я вам скажу на первом этаже без теплых полов будет полная задница поэтому у нас в сочи очень влажная зима нужно хорошенько протапливать хорошенько проветривать подобное жилье да тем более я не веду с электрическим отоплением поэтому подумайте хорошенько если вы выбираете на первый этаж я имею ввиду про электрическое отопление потому что если у вас газовая ну газовый котел например то на первом этаже теплый полк укатали и забыли ничего там страшного не будет вот и опять же важно при учете покупки с электрическим отоплением очень важно выбирать квартиру чтобы она была более сухая более солнечно именно солнечную сторону многие от этого отказывается или не думаю предполагают что вы знаете я не люблю эту жару там этого солнце это вот туда-сюда вы знаете от солнца вы всегда закроете шторами или жалюзи но зато у вас на солнечной стороне в когда будет хорошенько все просыхает солнышком так сказать вас радовать то у вас возможным будет как раз таки отсутствовать какой-нибудь грибок об этом надо тоже думать и проветривать помещение конечно же нужно обязательно в электрическом отоплении наверное один из плюсов это также когда вы можете там летом уехать и не переживать это же не газовая труба это никакой не соединение там никаких там ситуаций да но с электрическим отоплением очень часто многие конечно же начинают экономить экономить это значит обогревать свое помещение это значит когда вы заходите зимой даже в подъезд вашего дома то вы будете прям чувствовать как некую такую сырость дом не отапливается фактически да когда в доме газ тогда вы заходите подъезд сразу ощущаете вот это вот тепло поэтому когда начинает ваш сосед экономить на электричество не протапливать не дай бог да у кого-то может полезть где-то в каких-то местах какой-нибудь грибок или и так далее соответственно здесь бывают такие случаи вы напишите в комментариях если я прав не прав может быть у кого-то такое случалось но протапливать с электрическим отоплением не у всех хорошо получается к тому же конечно да когда у вас там 20 квадратных метров студия для отдыха конечно смысл как я уже сказал нету там в газом котле вот как раз таки электрическим отоплением хорошо бы протапливать но здесь еще раз повторюсь смотря чем вы будете протапливать есть такие виды отопления как радиатор то есть они устанавливают радиатор ну типа как батареи электророзетки до конвектор тот же и этого типа достаточно но опять же на нагрузку вашей квартиры ложится не только обогрев помещение а это еще все бытовые приборы не забывайте об этом и получается очень очень сильная нагрузка тут надо обязательно уточнить по электричеству а хватает ли здесь мощности для того чтобы у вас не выбывали не выбивали те самые автоматы на которые вся ложится нагрузка ведь надо еще и постирать надо еще и включить чайник электрический газа то у вас нету надо еще подогреть воду чем-то мыть посуду ну соответственно поэтому с электрическим отоплением самым дорогим здесь ложится нагрузка финансовая на вас и соответственно на вашей мощности ребят поговорили об отоплении уверен что тема будоражащая наших зрителей она касается не только именно ремонтов например когда вы обращаетесь к нам чтобы мы вам помогли сделать ремонт но и еще когда вы покупаете жилье когда вы выбираете поэтому здесь нужно сделать правильный выбор я надеюсь тема вам зашла поставьте лайк подписывайтесь на канал жду ваших обращений всем удачи пока